Двигатель 2,5 бензиновый, 186 лошадиная сила. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 2021 года выпуска. Так как сейчас проблемы с адекватными ценами у официальных дилеров, народ России начал завозить авто из США через Белоруссию и Армению. 90% этого рынка приходит с аукционов битых авто. Там в наличии было две Мазда 3 с полным приводом и мотором 2,5, не турбо, как я искал супруги. Да не в максималке премиум плюс, а средний преферт. Что надо для городского поджопника для жены и малых, там есть. Одна машина была черная, пробег 1500 миль, и там стояли европейские фары. Значит удар спереди, уже вопрос. Винкот по ней не стоял. Запросил у менеджера Санапы, и мне его предоставили, сразу с ссылкой на состояние авто на аукционе. Вижу, авто хорошо ударено спереди, безопасность сработала. Вторая машина была темно-синяя, пробег 3998 миль. По вину посмотрел, удар сзади. Геометрия, видно, не тронута. Крышка багажника менялась, в цвет купили они, бьется как некрашеная. На прошлой целом оставалось даже стекло на крышке багажника. Левое крыло замято, но восстановить можно без проблем, правое совсем чуть-чуть примято. С прямыми руками, если сделано было бы, идеальный вариант. В итоге темно-синяя выходила 31 тысячу долларов. Но был разговор о скидке, я предложил 27 тысяч долларов с доставкой, и ребята согласились. Камера заднего вида не работал. Они при восстановлении оставили камеру после удара, с трещиной, и ток она не рабочая. Дальше я помыл авто и заметил, что задний бампер, точнее диффузор-топорщица. За это представители компании оповестил, что сделали хрен. Начинаем искать схемы по авто, и находим, что да от кузов к диффузору крепиться должен через специальную деталь. Торцевая заглушка фары слева сломана крепление, она приклеена на герметик была. Заглушки буксировочных проушин впаяны, снять невозможно. Бампер к юбке, углы клей плюс шурупы вместо штатного крепежа. Смена цвета. Изначальный цвет очень похож на цвет моего авто BMW X4 черный карбон, но немного светлее и более синий. Для жены, на мой взгляд, это слишком строго, и машина теряется в массе авто среди города. Поэтому решил сделать ей еще подарок ко дню рождения и переклеить авто в вину. Я, конечно, хотел ей что-то яркое. Я выбирал из этих цветов. Желтые – этот вариант мне больше всего хотелось. Рассматривал фиолетовые цвета. В городе увидели несколько машин в фиолетовом, теперь не хотим. Также смотрел в сторону яркого синего, но он, наверное, был аутсайдером в рассматриваемых цветах. Красные цвета не смотрел принципиально. Каждая вторая Мазда красная. Машину-инкубатор делать не буду точно. Если делать, так делать редкий цвет и со вкусом. Пообщавшись с Юрой в Виннелджем, решил добавить на рассмотрение нейтральные цвета. Стильно, спокойно. На выбор отобрал цвета, ну и цвет Yacht Blue. Увидев этот цвет, жена сразу сказала – его. Скоро машинка поедет в Виннелджем и поменяется кардинально. Но вот единственное мучают сомнения по поводу крыши. Крыша с люком. Поклеив цвет кузова, люк будет пятном черным. Поклею крышу в черный, люк не будет выделяться. Плюс решетка радиатора черная и окантовка. Нежный, спокойный, стильный цвет. Авто на проклейке в Виннелджем. Во время эры популярности НФС я был фанатом этой игры. И особый кайф я испытывал, когда можно было тюнинговать авто. Меняем цвет, и авто вроде тоже, но влюбляешься в него заново. И особым фетишистск я помню было покрасить суппорта на авто в цвет авто. Ну и конечно в НФС смене цвета сопутствовала покраска суппортов в цвет авто. Мальчик вырос, а вот эта галочка осталась в голове. Ну и конечно со сменой цвета на булки решено покрасить суппорта. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok